МАГАДАН Медсестры сдали экзамен. Первокурсницы медицинского колледжа лечили правостороннюю гемиплегию и перелом голени. Ушел из жизни ведущий мастер сцены, наставник и образец для своих молодых коллег, виртуоз сценического перевоплощения Валерий Васильевич Бунякин. Ему был 71 год. Сегодня на улицах города из громкоговорителей в честь празднования Международного дня защиты детей звучали детские песни. Праздник отмечается во всем мире ежегодно 1 июня уже 70 лет. У этой даты есть свой флаг. На зеленом фоне, вокруг знака земли, размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Считается, что человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость, а знак земли в центре – символ общего дома. Работники муниципального центра культуры организовали акцию на площади около учреждения. Здесь они развернули игровые площадки и легкий интерактив. Должны всегда смеяться дети. И детям нужен мир. Для этого мы решили поставить фотозону для ребят и взрослых. Поставить мольберты, чтобы каждый ребенок мог нарисовать свою мечту, свое желание, свое поздравление родителям, близким и друг другу. В мероприятии приняли участие не только сотрудники учреждения культуры, но и волонтеры из числа участников коллективов, которые действуют на базе МЦК – «Колымские звездочки» и «Джембэйбис». На площади собрались проходящие мимо дети и родители. Кто-то фотографировался и получал подарочные воздушные шары. Многие виновники торжества принялись за изобразительное искусство. Некоторые пользовались мольбертом, но в числе присутствующих были и те, кто традиционно предпочли холсту, асфальт. Кроме сегодняшнего праздника, детям посвящены и другие. Всемирный день ребенка – 20 ноября. Международный день невинных детей жертв агрессии – 4 июня. И день защиты детей Африки – 16 июня. 1 июня – День защиты детей. Этот праздник отмечают с целью привлечь внимание родителей и государства к соблюдению прав детей на их свободу мнения, образования, защиту от насилия и права на жизнь и свободу. Сегодня под радостной улыбке дошколят состоялось открытие пятого детского сада в Магадане. После долгого строительства и сдачи дошкольного учреждения из-за карантийных мер пятый детский сад заработал лишь сегодня. Торжественное открытие провел глава города Юрий Гришан. После чего малыши прочитали стихотворение и запустили в небо воздушные шары. Очень рад, что сегодня мы наконец-то заходим сюда уже на постоянной основе в этот прекрасный детский сад. Мы бы хотели, чтобы в Магадане все были такие детские сады. У вас у каждого будет своя отдельная прогулочная площадка. Вы будете здесь не просто гулять, вы будете продолжать заниматься уроками, теми, которые ваши воспитатели будут здесь проводить. Детский сад номер пять принимает детей поэтапно, со всеми требованиями медицинской безопасности. Сегодня к воспитателям пришли 44 ребенка. До 7 июня дошкольное учреждение готовится принять около 150 детей и разместить их в 11 группах. Далее будем принимать детей, чьи родители выполняют свои должностные обязанности со всего города. То есть будем работать в режиме дежурных групп. Детские сады в Магадане работают в сокращенном режиме и принимают детей по рассмотрению подданных заявлений от родителей. По словам главы муниципалитета, открытие всех дошкольных учреждений в полную силу этим летом не планируется. Ежегодно дошкольные учреждения в городе в это время приводят в порядок. Те, которые требуют серьезного ремонта, закрывают. До 1 сентября малышей распределят в другие учреждения. Так, летние дни здесь будут проводить воспитанники первого детского сада, который в будущем объединят с 45-м. 1 июня колымчане начали получать единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Таких жителей области почти 22 тысячи. В первый день лета средства на счет поступят только тем родителям, которые подали заявление до 22 мая включительно. Заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней, а деньги перечислят в пределах трех. Таким образом, срок 8 дней. В некоторых случаях он может быть уменьшен. Это касается всех заявлений, в том числе поданных в выходные. Например, если заявление ушло с 23 мая, суббота, по 25 мая, понедельник, то рассматривают его до 29 мая, а деньги перечислят 2 июня. На сегодняшний день подано 8 507 заявлений. Из них 8 323 положительные решения и выплата всем вот этим семьям сегодня пошла. 1 июня по указу начала выплаты обозначено этой датой сегодняшней. И сегодня все наши партнеры и федеральное казначейство, и банки сработали, надо сказать, на ура. Прямо огромное спасибо всем, потому что еще до обеда у нас уже стала поступать информация, что полностью все реестры отработаны и средства всем семьям, опять же, с положительным решением, все они получены. Если выплате отказали, родитель получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрели. Деньги перечисляют только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению. После чего подать новое с корректной информацией. На заседании круглого стола в мэрии Магадана обсудили вопрос занятости детей в период каникул. Как правило, ежегодно функционируют летние оздоровительные лагеря, куда родители отправляют детей посменно. Они работают как на территории Магаданской области, так и в масштабах страны. Однако, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, пока регион не достигнет третьего уровня выхода из ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, говорить о запуске летних оздоровительных лагерей рано. Участники мероприятия предложили организовать дистанционный летний лагерь. Модель работы такого проекта схожа с дистанционным обучением. Собственно, уже все решено, что это действительно будет дистанционно, другого у нас пути нет. Собирать сообщество детей из разных школ, тем более на детских площадках и в лагерях, из разных районов. Причем районы все разные, у нас карантин. В Ягодинском районе у нас без пяти минут карантин, в Сусуманском районе и в городе Магадане все неблагополучно. Поэтому вот этот микс, он сейчас действительно будет необоснован, это будет сопряжено с большим количеством рисков. Поэтому вот на первую смену принято решение, ну в загородных стационарных лагерях ничего не будет, выездов там в Крым, в Анапу тоже не будет, работаем в дистанционном режиме, в так называемых лагерях с дневным пребыванием. Мэр добавил, что продолжительность смен будет непривычной 21 день, а 14. На данный момент уже утверждены программы дистанционной работы лагерей. Преподаватели прошли специальные курсы подготовки. В программу для детей включены курсы военно-патриотического воспитания, экологического и другие. Питание будет организовано выдачей сухих пайков родителям предварительно еженедельно. Пайки будут укомплектованы не только привычными для детей сладостями, но и молочными и мясными продуктами в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Пока это планы на первую смену. Мэрия Магадана ожидает постановления губернатора Магаданской области о возможных послаблениях режима. Однако, как уточнил Юрий Гришан, нужно быть готовыми к тому, что данный режим продлится весь каникулярный период. Российская академия наук подтвердила, что Магадан достоин звания «Город трудовой доблести». Колымский парламент получил экспертное заключение РАН. Документы на экспертизу отправляли в апреле. Напомним, в областную думу с инициативой выдвинуть Магадан на присвоение почетного звания обратилась мэрия города. Поддержку выразили также общественные палаты региона и областного центра. Вопрос был рассмотрен в марте. После этого историки, архивисты, музейные работники, юристы объединили исторические материалы, свидетельства, подтверждающие большой вклад магаданцев и предприятий города в достижение победы. В годы Великой Отечественной войны Колыма и Магадан были фронтом ударного труда. Несмотря на нехватку рабочих рук, техники и материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране 55,5% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана, 11 предприятий, поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих, обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. Сейчас ходатайство о присвоении городу Магадану почетного звания «Город трудовой доблести» на подпись у председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова и губернатора Сергея Носова. Его с полным пакетом документов и положительным заключением Российской академии наук направят президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение примет Российский оргкомитет «Победа». В Магаданской городской думе прошло заседание комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. Среди основных вопросов – отчет об исполнении бюджета Магадана за 2019 год. По доходам он составил более 7 миллиардов 400 миллионов рублей, что на 155 миллионов меньше того, что потратила городская казна. «Самая большая цифра по-прежнему – это налог на доходы физических лиц. 1 миллиард 896 миллионов рублей. Он поступил 98,3% от плана. Далее налог, взимаивающий в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 281 миллион рублей. Его поступление не превысило 100%. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 201 миллион рублей. 96,7% от плановых назначений. И наш непостоянный единый сельскохозяйственный налог, мы его добавляли в конце года, он у нас исполнен в 100% и составила сумма 133 миллиона рублей». Обсудили также вопрос о внесении изменений в бюджет 2020 года в связи с уточнением собственных доходов. Планируется, что в этом году в городскую казну поступит более 7 миллиардов 500 миллионов рублей. Дефицит сохранится на уровне 200 миллионов рублей. В проекте сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 117 миллионов. Из них средства на реализацию мероприятий «Госпрограмм», «Доступная среда», создание в Магданской области новых учебных мест в общеобразовательных организациях, а также модернизацию базы в области спортивной сферы. Кроме того, 100 миллионов получено на благоустройство дворов из средств особой экономической зоны. Летом на эти деньги должны отремонтировать 8 магаданских дворов. Региональный оператор «Магаданский» на грани банкротства. Об этом говорили на заседании комиссии по вопросам градостроительства ЖКХ «Экология». В адрес депутатов Магаданской городской думы поступило обращение по вопросу фитического состояния компании. Убытки по итогам 2019 года составили более 63 миллионов рублей. Мы этим вопросом будем заниматься и будем в том числе взаимодействовать с Министерством природных ресурсов Магаданской области для выработки готовых конкретных решений, для того, чтобы деятельность регионального оператора была эффективной и в том числе с точки зрения финансовой обеспеченной. На комиссии рассмотрели ответ регионального министерства строительства ЖКХ энергетики на предложение городских депутатов о строительстве нового жилья в Уптаре. С вопросом планируют обратиться повторно, так как положительного ответа на него не получили. Расселению в Уптаре подлежат 10 многоквартирных домов, признанных аварийными в 2018 году. В благоустроенном жилье нуждается 169 человек. Мэр Магадана Юрий Гришан и губернатор Колымы Сергей Носов посетили зону отдыха «Горняк», где в середине лета пройдет старательский фарт, стройку детского сада в третьем микрорайоне и детский технопарк «Кванториум». Заявки на участие в старательском фарте принимают с 1 июня. Соревнования по промывке золота запланированы на 18 июля. Предполагают, что в этом году участников будет меньше из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Зону отдыха «Горняк» начинает готовить к традиционному для Колымы мероприятию. Вот это обрезать. И пытаться сделать что-то здесь удобоваримое. А здесь это вниз обрушить, вниз обрушить. Там внизу разделать и вывести. И, кто не знает, может быть еще и сверху скальником отсыпать. Вы проведите в понедельник здесь небольшое совещание. Тут без дураков, значит, называется. Участие приветствуется. В рамках реализации национального проекта «Демография» началось строительство детского сада в третьем микрорайоне. Дошкольное учреждение вместит в себя 135 малышей от двух месяцев до семи лет. Бюджет – 50 миллионов рублей из федерального бюджета и 5 миллионов из областного. Сейчас на объекте демонтируют фундаменты прошлых зданий. Готовятся забивать сваи. «И по сколько сваи в день вы собираетесь?» «Сейчас скажу. Ну, считайте. Сейчас скажу вам, да». «Сколько на одну сваи временно?» «24 сваи. В среднем на одну сваи час». «Долго по одной сваи идти?» «Грунты, Сергей Константинович. Технология по проекту такая, что сначала необходимо сделать бурение, а потом уже забивать». Строительство Колымского кванториума подходит к концу. Утепляют и проводят отделку фасадов здания. Устанавливают розетки и выключатели, а также шахту лифта. Сдать технопарк планируют 1 июля, а уже 1 сентября здесь начнут прием детей. На месте бывшего бизнес-центра будут заниматься около 4000 воспитанников. По словам сотрудников правительства области, главная цель – реконструированного кванториума – обеспечить детям доступное и качественное дополнительное образование. Также Сергей Носов посетил корпус онкологического диспансера областной больницы, который активно реконструируется. Уложили 1200 квадратных метров штукатурки, положили 85 кубов кирпичной кладки, а также продолжают обустраивать кровлю. На объекте трудятся около 80 специалистов. По словам экспертов, график строительства соблюдают. Планируют сдать диспансер в 2021 году. Сумма контракта – почти 978 миллионов, большая часть из которых – федеральный бюджет. Капитальный ремонт проводят по программе развития здравоохранения Магданской области. С 1 июня на Колыме открыта навигация для всех типов маломерных судов. Для моторных лодок и катеров она продлится до 1 ноября. Для надувных, безмоторных и грибных маломерных судов – до 1 октября. МЧС рекомендует соблюдать требования безопасности, выходя в море надевать спасательные жилеты. На борту необходимо иметь медицинскую аптечку и средства связи. Убедительная просьба владельцев грибных маломерных судов уведомлять погранслужбу о выходе в море. Это можно сделать как в управлении, то есть у нас пионерное, или же в любой заставе. То есть это армань, талон или ола для вашего удобства. Желательно при себе, конечно, иметь средства безопасности. Это жилеты на себя и пассажиров. МЧС напоминает, 1 мая открыта навигация для маломерных судов, оснащенных двигателем. Инспекторы Центрогимс России патрулируют прибрежные районы Охотского моря. Нарушение правил судовождения влекут за собой административную, а в случае тяжких последствий – и уголовную ответственность. В медицинском колледже провели демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации. В нем приняли участие студенты первого курса отделения «Сестринское дело» по окончании профессионального модуля по уходу за больными. Экзамен провели в два этапа – теоретический и практический. У пациента закрытый перелом голени. Он намерен продолжить свою спортивную карьеру после выздоровления. Будущим медсестрам необходимо научить его правильно передвигаться и уберечь пациента от осложнений. Второй модуль – это пациент находится в центре сестринского ухода, который сейчас по всей стране развивается и открывается. И он нуждает… у него правосторонняя гемиплегия, то есть у него очень плохо работают правая рука и правая нога. И нашим участницам предстоит провести гигиенические процедуры с этим пациентом, а также рассказать ему о профилактике осложнений, которые могут у него возникнуть. Пять наиболее успешных студентов подтверждали свою профессиональную компетенцию. Экзамен провели по международным стандартам. После его успешной сдачи каждый участник получит сертификат, который подтвердит знания и умения будущих медицинских сестер на мировом уровне. Не скажу, что это было тяжело, подготовка сама к экзамену, так как при успешном освоении специальности и своевременном не возникает никаких либо сложностей. Сдача экзамена немного волнительна, но так как происходит она в основном наряду с нашими рядом преподавателями, находящимися, это успокаивает и делает нас увереннее. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в 2020 году подать документы поступить можно в электронном виде. Медицинский колледж осуществляет подготовку и повышение квалификации медицинских кадров среднего звена. Иногородним студентам предоставляют общежитие. Жители авиационной просят помощи у властей. Чтобы разобраться в ситуации на место, выехали председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов, руководитель департамента ЖКХ Анатолий Худинин и представители управляющей компании. Нас беспокоит в первую очередь подвал, потому что он у нас полон канализации. Там комары, там крысы, там моль. Вот все это присутствует в нашем доме. Из-за этого у нас, я живу на первом этаже, у нас полы, можно сказать, потому что вода постоянно и полы холодные, плюс ко всему от того, что сырость от этого еще. Дом наш весь разваливается, если честно сказать. Вот даже можете сами подглядеть, вот все вот это, оно все стены дует в стенах. Со слов жильцов, весь цокольный этаж, на котором находятся коммуникации, принадлежит частному лицу еще с 90-х годов. Контроль и своевременное обслуживание их уже долгие годы не осуществляются. Кроме того, на территории микрорайона находятся ветхие постройки, которые притягивают детей и представляют для них опасность. С советских времен недостроенный и уже разрушенный фундамент спортивного комплекса каждую весну подтапливает. Родители говорят, что дети часто ходят туда смотреть на так называемое море. В числе прочего в микрорайоне нет ни одного магазина. Чтобы купить продукты, вещи, лекарства и прочее, жители вынуждены ехать 13 километров до областного центра. Вывоз мусора с данной территории не производится, а на месте, где стоит единственный контейнер для отходов, образовалась свалка. Если происходят какие-либо срывы в графике вывоза, безусловно, здесь необходимо подавать заявку рекоператору, для того, чтобы они знали, что такая проблема есть. Может быть, это водитель не заехал по какой-либо причине. Но все эти вопросы решаются. Председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов осмотрел территорию микрорайона и его проблемные участки. Среди них старые выгребные ямы, затопленные колодцы с электрическими кабелями. И те, и другие, по его мнению, представляют опасность для жителей и их детей. Вижу проблемы, которые могут решаться в ближайшие дни. Очень важно, что на контакт идет нормально управляющая компания. Сразу оценивает и говорит сроки, в какие будет устранена та или иная проблема, в частности с выгребом, с козырьками на доме. Есть серьезные проблемы, которые влияют на безопасность детей. Много детей гуляет и очень много открытых инженерных сооружений, которые остались от снесенных домов, либо какие-то брошенные стройки. То есть мы по ним тоже в ближайшее время, буквально завтра я встречусь с мыром, на эту тему переговорю, потому что засыпать те же самые выгребные ямы от снесенных ранее домов, я думаю, что это очень просто и очень быстро можно сделать. В течение лета жители микрорайона должны увидеть долгожданные перемены, заверил Сергей Смирнов. Решение проблем авиационный председатель Магаданской городской думы взял на личный контроль. Спасатели запустили в небо дроны. Сотрудники Главного управления МЧС по Магаданской области ищут нарушителей особого противопожарного режима, который действует в городе с 16 мая. На такой шаг спасатели подтолкнули многочисленные поджоги. По данным МЧС, в мае в областном центре зарегистрировали десятки ландшафтных пожаров. В большинстве случаев они возникали из-за неосторожного обращения с огнем на пикниках и в огородах. Погорячились. Благо мы вовремя оказались. В прошлом году из-за неосторожного обращения с огнем на улицах Железнодорожная и Брусничная сгорело 15 домов. Этой весной сотрудники МЧС ежедневно патрулируют дачи, частный сектор, места отдыха и дворовые площадки. Сверху дроны обнаруживают даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих в лесу. Камера летающего инспектора поднимается на высоту до 1000 метров и помогает обнаружить более 10 поджогов за день. Фото и видео с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях. Уже не первый год у нас на вооружении имеются беспилотные летательные аппараты, которые очень помогают нам в своевременном обнаружении и фото-видео фиксации самих нарушений. Так как многие при выявлении административных правонарушений начинают отказываться от своих действий, что они этого не совершали и перекладывать вину на других. Но благодаря таким способам обнаружения и фиксации этих нарушений нарушителям не удается уйти от ответственности. Если подпалить траву во время противопожарного режима, то можно получить предупреждение либо штраф до 400 тысяч рублей. 31 мая после тяжелой болезни на 72-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Магаданского музыкального и драматического театра Валерий Бунякин. Валерий Васильевич родился 21 января 1949 года в селе Макеевка Данинской области. В детстве участвовал в школьной самодеятельности, в армии выступал в матросском эстрадном оркестре «Чайка». Окончил актерское отделение Дальневосточного института искусств в Владивостоке. В 1977 году поступил в Магаданский музыкально-драматический театр имени М. Горького. Сыграл более 100 ролей, передавал свой опыт начинающим актерам, преподавал актерское мастерство студентам. Коллектив городского телеканала выражает соболезнования семье и коллегам Валерия Васильевича Бунякина. Автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах «Магаданские сувениры и футболки» на «Ленина-7» и на рынке «Фрэш» – островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы. Дефисмагадан.рф Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы. Дефисмагадан.рф 2 июня в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью 1-2 градуса, днём 3-5 тепла. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 4,8 м в секунду. Относительная влажность воздуха – 72%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92.